Итак, наш первый большой сюжет в этом курсе это формирование гигантского кластера. Так, я боюсь, что сейчас придется искать. Ребята, я попрошу кого-то из вас, может быть, посмотрите, есть ли рабочий фломастер. Потому что эти все уже... Нет, они мягкие. Да, давайте я прям буду в обстановке повышенной ответственности. Я на прошлой лекции водной говорил вам, что этот самый гигантский кластер, это кластер, такой же кластер, содержащий конечную долю... Спасибо большое. Я просто не думал, что это так быстро произойдет. Я в институте обычно у себя беру на сусовой формат. Кластер, содержащий конечную долю узлов графа при любом n, где n число этих узлов. Контекст, в котором этот гигантский кластер появился, как важный объект, он такой множественный, их три. И как минимум, прежде чем описывать вам техническую часть, я кратко расскажу. Значит, это переход в зольгель. Это мелко, да, для вас? Так. Давайте. Итак, первое – это переход в зольгель. А так? Сейчас я это попробую, могу разве что плясками компенсировать. Потому что они тоже… Итак, это… Ой, это вообще не… Этот тоже не… Ой, господи. Ладно. Это переход, который еще в 20-е годы прошлого века был обнаружен при изучении производства резины. Резина была стратегическим объектом, как вы понимаете, и тот, кто делал больше резины и лучшего качества… Спасибо большое. Выигрывал. Резина была нужна для покрышек и автомобильных, и самолетных, и других изделий. И, ну, так если совсем схематично себе представить, фаза золь… Это фаза, в которой, ну, вот, скажем, есть отдельные такие тройнички, и вот они находятся в растворе, и они живут по отдельности. Такие тройнички называются мономерами. Вот такой вот… Такой объект – это мономер. Фаза гель. Это фаза, в которой у вас, возможно, небольшое количество отдельных тройничков осталось, а все остальные образуют… Вот такую вот структуру. Не обязательно древесную, ну, просто мне так легче рисовать. И, ну, вы себе, наверное, представляете, да, что в типичном растворе содержится очень много таких мономеров. Типичное число – это числа Вагадара, которое… Типичное число, которое плотно спастеризует. То есть, это 10-23, это очень большие числа. И тот факт, что у вас из… Ну, конечно, мономеров здесь меньше, но тот факт, что у вас из очень большого числа мономеров в любом объеме конечная доля будет образовывать… Конечная доля будет принадлежать связной компоненте – это очень непривиальный факт. Само явление называется полимеризацией в данном контексте. И это вот простейший пример формирования гигантского кластера, который, я еще раз говорю, в этом контексте называется переходом Золь-Гель. Что касается теории, то она была построена совершенно гениальным человеком по фамилии Флори где-то в 40-е годы, в войну. Он просто… Ну, бывают люди совершенно необыкновенные. То, что он смог сделать по полимерам, определило лет на 50 вперед развитие этой науки. Вот это вот… Это был первый пример индустриальный, с которым столкнулись люди уже ближе к нашему теперешнему времени. Это явление, которое называется перколяция. Перколяция… Перевод этого слова буквально – это протекание. И это вот… Вот какая задача. Пусть у вас есть… Сейчас вы поймете, почему я вам это так рассказываю. Пусть есть смесь из… Я нарисовать этого толком не могу. Есть смесь… Давайте я тогда напишу это. Смесь жидкости 1 и воды. В почве, в песке, скажем. И, ну, вода, как вы понимаете, никогда не живет отдельно, да? Вода всегда связана между собой, так или иначе. И интересовало этих людей… Сейчас вы мне просто сами скажете, что это за люди. Интересовало их вот что. Давайте мы будем увеличивать давление воды и интересоваться вытеснением вот этой жидкости 1 из почвы. Да. Финансирование по перколяции в 70-х где-то годах прошлого века. Огромные деньги в это финансирование вкладывали нефтяные компании, поскольку вас интересовало что? Вас интересовало вытеснение этой нефти в то место, где вы ее можете собрать наружу. То есть, вот снизу вы давите как-то. Ну, вы, наверное, слышали, да? Вот закачивается вода и под давлением выходит. Теперь, как это формируется? Ну, вы понимаете, да, что нефть никогда не идет наверх однородно. Она идет какими-то канальцами, да, то есть это какая-то система, немножко похожая на дерево, да, вот. И вас интересует тот момент, когда это дерево становится связанным, то есть когда эта система канальцев позволит насквозь пройти этой нефтью наверх. С точки зрения, тогда, значит, какая у вас теория самая простая, вы какие-то представления формулируете относительно этих канальцев, а потом спрашиваете, с каким давлением, каково должно быть давление, чтобы нефть поднялась, потому что она нашла этот путь и сформировала то, что можно назвать активным пластером. Это пример номер два. Ну, очень много здесь было и абстрактных исследований всяких, скажем, можно изучать, ну, из таких примеров, вы в книжке можете прочесть, например, берете квадратную решетку, снизу подаете напряжение и разрываете случайную долю связи здесь, ну, например, заглушками сопротивления, и спрашиваете, когда у вас ток наверх пройдет. И оказывается, что для заданной, да, и вот спрашиваете, здесь вот, когда будет ток? Оказывается, что существует критическая доля ребер, после которой ток наверх не идет. Сам факт наличия такой критической доли, ну, это я вам заранее говорю, сам факт того, что этот процесс происходит именно так, совершенно нетривиален, потому что можно было бы ожидать, что у вас какой-нибудь слабенький ток всегда пойдет даже при маленькой доле перемычек, которые позволяют его транспортировать. Оказывается, однако, что это не так. С этим и связан был, с этим, собственно, и связан был интерес, потому что есть зависимость линейная, как в законе Ниома, там, или Гука, или других, ну, вы знаете, да, посильнее надавите, побольше пойдет, значит, не сильно надавите, но все равно что-то пройдет. Это явление принципиально другое. И третий пример, такой, совершенно жизненный, с которым столкнулись, я вам в прошлый раз уже говорил, об этом – это эпидемический кластер. Ну, сам взгляд на эпидемию научный, его еще сначала надо сформулировать, и надо какое-то время подумать, чтобы согласиться с тем, что эпидемия – это такое явление, при котором у вас заражена будет конечная доля населения при любом размере этого самого населения. Ну, и ответ на этот вопрос, почему, важен. Он важен потому, что вы же как боретесь с эпидемией? Вы прививки делаете. А как делать прививки? Ну, и долгое время прививки делали всем или какому-то числу случайно, какой-то доли, скажем, населения случайно выбранной. Ну, и, как я вам говорил, уже на рубеже веков столкнулись люди с сюрпризом, когда начали изучать эпидемии в более реалистическом контексте, а именно, учитывая тот факт, что число контактов у людей резко неоднородно по людям, и когда начали изучать, и тем самым эта задача из задачи о дифференциальных уравнениях простых приходит в задачу о поведении на графе, ну, оказалось, что все там гораздо сложнее. Есть и другие задачи, но вот, по крайней мере, эти три контекста, в которых формирование гигантского кластера важно, можно упомянуть. Но давайте еще четвертый – это дыхание. Я подробно рассказывать не буду, воздух, когда мы вдох делаем, сначала есть только один канал, по которому этот воздух поступает, а потом у вас возникает очень-очень разветвленное, но у всех у нас есть очень-очень разветвленное в несколько слоев система маленьких уже трубочек, можно сказать, которые этот воздух доставляет дальше внутрь. И тогда понятно, что задача дыхания, так же, как задача, она в каком-то смысле похожа на задачу о нефти. Вы должны вдохнуть с достаточной силой, чтобы воздух дошел до самых крайних точек этой системы. В технических терминах эта задача практически буквально такая, которую мы сейчас с вами будем рассматривать. Хорошо, начнем мы с вами с простого примера. А именно Давайте напишем Дерево Келли Решетка Бета Дерево Келли Это конечное N То есть число углов А решетка Бета Это случай N в бесконечности Что такое дерево Келли? Это древесный регулярный граф Ну, чтобы не получилось, как у Стругацких регулярный граф Это граф Это граф, у которого Вероятность Ну, ПК у нас дальше в этом курсе будет вероятность того, что узел имеет степень К для графа Так вот, эта вероятность, это дельта КФ Где F Где F это какое-то заданное число Например, 3 Ну, то есть это то, что я вам там рисовал Если F равно 3, то дерево Келли Это вот такая вот штука Удобно рисовать ее из центрального узла Ну, и вот из центрального узла оно у вас как-то разрастается И у каждого узла F-ребер К нему придем Вот такой вот объект Древесность Да, ну А? Да Именно Это очень Давайте я чуть-чуть отвлекусь Это очень важное обстоятельство Листья Степень влияния на листья совсем другая Поэтому можно Да Вместе с тем В любом дереве мощность границы равна мощности внутренности Ну так Плюс-минус У вас на границе Сколько У вас число экстоненциально растет Со слоями То у вас Если вы подождете У вас будет очень много Очень много этих самых Листьев И для этого дерева Вы буквально можете посчитать Что числа равны Там И Ну Немножко зависит от того Какое Какое F Но Значит Плюс-минус так Поэтому Если вы изучаете какое-то явление Которое связано буквально с их взаимодействием Вам надо быть очень осторожным У вас Для Узлов внутри графа Может быть одна жизнь А у листьев Может быть совсем другая И Ну Это Это Следующий семестр Но в следующем семестре Изучается Фазовый переход Вот на таких конструкциях Когда узлы чем-то еще нагружены Ну Например Бинарным Бинарным выбором Выбор Да нет И Тогда И При котором Учитывается мнение соседей И тогда окажется Что Конечно Эти очень слабы Но на них влияет На каждого всего один Один Ну Кстати Для того чтобы Для того чтобы Превратить этот пологий в другую интересную Вот когда Когда их всего три Вам достаточно просто замкнуть По границе И тогда Когда у каждого листа Тоже будут три Но это не будет дерево Это будет Это будет Граф с одной То что называется Большой петлей С интересными Всякими свойствами В общем То что вы говорите правильно Именно поэтому Математика Очень любит изучать На самом деле Решетку бета И Высказывания Которые В частности Те высказывания Которые сейчас Появятся на доске Они относятся К внутренним Узлам Дельта Я не сказал еще Я не успел Просто Это символ кранекера Это единица Если к равно f И ноль Если к не равно f Ну просто Просто высказывание о том Что Что У регулярного графа Степени всех узлов Одинаковые И равны f Пк Это вероятность Давайте я вернусь Значит Вы Ну как-то Согласились со мной Хотя бы немножко Что для очень большого графа Естественно Рассматривать Вероятностную модель В которой мы не буквально Следим за узлами А например Например Характеризуем граф Тем Какова доля узлов Определенной степени Да В прошлый раз Мы с вами Об этом говорили Это Такая самая простая Характеристика Графа Сколько в нем Пухлых узлов Сколько тощих И так далее Так вот Пк Это Ну для конкретного Графа Измерения Это просто частота То есть доля Вот Ну а в терминах Теории вероятности Или вероятностных моделей Это вероятность Того Что мы ткнем в узел И его степень Будет равна К Вот Хорошо Путь Ну сейчас Сейчас вы Столкнетесь Ну С тем Чего вряд ли Вряд ли ожидали Нам нужно ответить На какой вопрос Что такое Формирование Гигантского кластера Формирование Гигантского кластера Это Ну Что Как мы Как мы хотим Охарактеризовать Его наличие Наверное Можно делать Это по разному Но Самым Самым прямым путем Оказался Нетривиальный Это путь Похожий на поиск Мы Представьте себе Что мы Сели в какой-то Узел И хотим узнать Принадлежит он Гигантскому кластеру Или нет Как мы будем Как мы будем Дальше Проверять Принадлежность Этого узла Гигантскому кластеру Мы будем Отходить Этого узла Все дальше И проверять Наличие Тех узлов Которые мы Встретим На этом пути Проверять Их Принадлежность Гигантскому кластеру Так Можно так сделать Никогда Это Вот тот самый вопрос Если у вас граф Конечный Вы Вы Долетите До границы И вам Придется С этим Мучиться Такую задачу Никто решать Не хочет Да и не может Это Вообще Которую Которую мы Сейчас С вами Напишем Относится Ну как Вы Бесконечный Представляете Себе Так Что вы Находите Глубоко Внутри И вы Достаточно Долго Идете И Если вы Достаточно Долго Идете Вы Можете Убедиться Что вы Взяв Несколько Примеров Вы можете Убедиться Что вы Действительно Захватываете Конечную Часть Это вам Надо Самим Повторить А механизм Которым Вы Будете Пользоваться Это механизм Типа Поиска И сейчас Я вам Напишу Как это Выглядит В формулах Давайте С вами Скажем Что У Это Вероятность Того Да Значит Сейчас Мы с вами Будем Рассматривать На дерево Келли Это я уже Сказал Существует Две Возможности Два Варианта Этого Явления Это Когда Активный Этот Кластер Или Помеченный Кластер Образует Узлы И ребра То Уравнение Которое Мы сейчас Напишем Одинаково И для того И другого Случа А формула Для вероятности Принадлежности Будет Разная Сейчас У Это вероятность Того Что Рассматриваемый Узел Не связан С гигантским Кластером Через Некоторое Фиксированное Ребро У нас Нет Инцидентности Буквально Потому что Мы с вами Не направленные Графы Сейчас Рассматриваем Но Конечно У Вершины Это Ребро Должно Быть Как-то При Ней Я Причем Говорю Что Это На Поиск Чувствуете Что Это На Поиск Походу Мы Из Узла Отправляемся Вдоль Некоторого Фиксированного Ребра И Обнаруживаем Что Этот Узел Ну Или Что То же Самое Там Это Ребро Активно Мы Отправляемся Дальше И Спрашиваем Дальше Вот Эти Ребра Дальше Мы Можем Быть Связаны С Гигантским Кластером Выглядит Необычно Правда Сама Сама Постановка И Кажется Кажется Непонятным Чем Это Чем Это Нам Может Помочь Ну На самом Деле Ответ На То Чем Это Может Помочь Очень Простой Дело В том Что Для Дерева Мы Рассмотрим С вами Дерево Кэлли Мы Можем Написать Рекуррентное Уравнение Или Что То же Самое Мы Сейчас Напишем С вами Замкнутое Уравнение На У Для Того Чтобы Написать Уравнение На У Нам Нужно Нам Нужно Еще Задачу Сформулировать Задачу Я еще Сформулировал Задача Так У нас Есть Еще Одна Величина П Вот Сейчас Мы Формулируем Задачу П Для Перколеции Узлов Это Вероятность Того Что Узел Произвольный Не Принадлежит Гигантскому Классу То есть Принадлежит Извините Извините Принадлежит То есть Видите Мы Не локальный Объект То есть Гигантский Кластер Хотим Охарактеризовать Вполне Локальным Свойством Которое Характеризует Те узлы Которые В нем Участвуют И Хочется Чтобы Вы Над этим Подумали Нет Это Довольно Очевидно Давайте Мы С вами Сначала Всю Эту Науку Рассмотрим Если Вы Сами Не Догадаетесь До Этой Оценки Там Будет Дикое Совершенно Подавление Ну Представьте У вас Образуется У вас При Н Там 10 23 Вы Должны Потребовать Чтобы У вас Не Было Ни Одной Связи Между Двумя Объектами По Н 10 23 Это С какой Вероятностью У вас Произойдет Нет Ну Понятно Нет А Дело В том Что Он Один Если Он Есть Он Один Из Соображений Которые Он Только Что Рассказал Все Утверждения Содержательные Вот Этой Науки Относятся К Н Бесконечности Ну Понятно Что При Очень Большом Н Если У вас Нет Никакого Специального Запрета У вас Два Больших Кластера Будет Хотя Одно Общее Ребро Н Правда Будет Страшное Подавление Ну При Н Стремящийся Бесконечности К нулю Вероятности Так что Если Гигантский Кластер Есть То Он Один Но Само Само Описание Видите Само Описание Не Вполне Не Вполне Тривиально Хотя Оно Вполне Себе Ну Оно Естественно Вот С какой Точкой Зрения Вот Скажем Перколяция Узлов Для Эпидемии Что Такое Значит Узел Заражен Ну То есть Этот Объект Заражен Это Наблюдаемая Вещь С этой точки зрения С этой точки зрения Такое Использование Таких локальных Характеристик Естественно Потому что Во многих случаях Мы просто понимаем Что это за характеристика Например Болен Здоров Кластер Это Совокупность Точек У которых Любая пара Связана Путем Нет Не обязательно Не обязательно Каким Либо Каким Нибудь Полный Это Это Тогда Когда У вас Все Узлы Связаны Ребрами Полный Граф По определению Полного Графа Мы с вами Эту модель Тоже рассмотрим Через какое-то время Пока Для нас Кластер Это Вот что Такое Это Это Совокупность Точек Которые Характеризуются Таким Свойствием Если мы Хотим Пройти Из точки А В точку Б То мы Найдем Путь Который В нем Лежит Да Связано Да Я Потому И Говорю Что Двух Гигантских Кластеров Не бывает Да Их Именно Поэтому Не бывает У вас Формирование Этой Связанности Это Тот Процесс Который Мы Рассматриваем Поэтому Если Есть Два Здоровых Объекта То Понятно Что Одно Ребро Которое Соединяет Всегда Найдется Вот Хорошо Значит Ну Что Мы С вами Это Написали Теперь Давайте Я Это Сотру И Мы Напишем С вами Уравнение На У Значит У Это Я Напомню Мы Смотрим Выходим Из Ребра Идем По Нему И Спрашиваем Эта Точка Принадлежит Гигантскому Кластеру Если Это Ну Для Начала Нам Нужно Нужно Наверное Да А Нет Вышли Ладно Все Пошли Пришли Ну Дальше Дальше Какие То Есть Это Само Ну Давайте Перечисляйте Мне Возможности Возможности Того Что Может Произойти Вот Мы Дошли До Соседнего Узла Что Мы Можем Обнаружить Нет У Нас Есть Только Одно Свойство Которое Болен Здоров Отлично А Можем Обнаружить Что Он Здоров Да Давайте Напишем Сначала Что Здоров Мы Болезнью Интересуемся Поскольку Это Вероятность Да То Он Или Болен Или Здоров Да То Соседний Узел Правда Значит Ну Понятно Да Что Если Первый Узел Не Болен Тогда Вперкалец Вперкалец Узлов Мы Не Будем Рассматривать Такую Задачу Мы Будем Интересоваться Только Связанностью Связанными Группами Первая Точка Которых Тоже Характеризуется Этим Твостом Например Болен Ладно Вышли Значит Здесь Что В этой Терминологии Значит Сначала Давайте Он Точно Не Принадлежит Вот Этот Вот Деятель Точно Не Принадлежит Гигантскому Кластеру При Проходе По Этому Ребру Обратите Внимание Это Вопрос У Него Есть Еще Несколько Ребер То Высказывание Которое Есть Относится Только К Этой Ветви И Нам Нужно Будет Потом Объединить Их В Совокупное Высказывание Относительно Этого Гла Но Для Этой Ветви Мы Проверяем Если Мы Сюда Пойдем Связаны Мы С Гигантским Кластером Или Нет Хорошо Значит Первое Это Что Самое Самое Простое Это Здесь Сейчас Надо Было Их Как-то Отсортировать Ага Ну Ну Давайте Это Самое Простое Да А Что Еще Может Быть Он Может Быть Заражен Но Если Мы Пойдем Дальше То Мы Точно Не Попадем В Гигантский Класс Поскольку Это То О Чем У Написано Да Поэтому Здесь Будет П На У Степени Ф Минус Один Да Когда Мы Идем Сюда Значит Этот Вот Не Принадлежит Если Две Возможности Первая Такая И вторая Такая Ну Если Три Тогда Вот Да Крестики Зараженные Вот Этот Мы Начинаем Отсюда Мы Начинаем Отсюда Идем По Каждому Ребру У Него Несколько Ребер Есть По Каждому Поскольку Это Дерево То Если Мы Пройдем По Каждому Из Ребер Мы Исчерпаем Все Что Мы Можем Исчерпать Если Это Не Дерево Все Гораздо Сложнее Но Давайте Я вам Это Рассказывать Не Буду Там Есть Свои Свои Ответы Я Нескольким Поколением Ваших Предшественников Пытался Эту Историю Рассказать Но Просто Рассказать Не Получается Учет Локальной Кластеризации То есть Вот Таких Связей Скажем Это Сложные Технические Вещи Непонятно Чему Она Учит Нет Да В данном Случае Да Это Вероятность Того Что Болеет Значит У Это Это Ну Как Хотите Значит Это Смотрите Значит Гигантский Кластер Но Если Гигантский Кластер Это Болеет Тогда У Это Не Болеет Вот Он Не Болеет Если То есть Не Не Принадлежит К Эпидемическому Кластеру Так Так Лучше Сказать В общем Можете Можете Вообще Забыть Про Все Эти Интерпретации И Просто Считать Что У Вас Изначальный Граф Это Вот Такие Светленькие Точки А Потом Вы С Вероятностью П Их Зачернили То есть Долю П Зачернили И Смотрите На То Что Получилось Так Вот Такой Совсем Простой Способ Ну И Спрашиваете Когда У вас Возникнет Связанный Объект Который По Всему Кластеру Позволит Вам Прогуляться Вот Такое Вот Уравнение Ну Вы Понимаете Да Дальше Что Вероятность Того Что Теперь И если С Это Вероятность Того Что Исходный Узел То Для Узлы Да С С Это Вероятность Того Что Исходный Узел Принадлежит Гигантскому Кластеру Гигантскому А П Это просто Что Он Такой Ну Больной Здоровый Там П Это Свойство Смотрите П Еще раз П Это метка Вот Больной Здоровый Это метка А гигантский Кластер Это Вопрос Ответ На вопрос О том Формируют Метки При заданной Их Плотности Эпидемическое Явление Это Два Разных Вопроса Я прошу Просения Если я не был Чего так Достаточно Это понятно А Так Смотрите Значит Вот В этой Я не знаю Что-нибудь Хочется Более Безобидное Чем Вирус Какой-нибудь Пример Более Безобидный Привести Потому что Как-то Это Сейчас Нешуточное Нешуточное Дело Ладно Давайте Так Значит Давайте Давайте Мы с вами Изучать Сообщество Дурацкое Какое-нибудь Привет Ну например Сообщество Людей Которые Программируют На скала Но я При всем Уважении К вам Я не думаю Что вы все Умеете Это делать И может быть Даже И не знаете Что такое Функциональное Программирование Вот Но И мы С вами Давайте С вами Значит Будем Отвечать На На Такой Вопрос У нас Есть У нас Есть Вероятность Того Что Отдельно Взятый Студент Фистеха Там Или вообще Во всем Мире Просто Программирует На скалы И мы Хотим Спросить Да И у нас Есть Какой-то Граф При котором Эти студенты Как-то Знакомы И мы Хотим Изучить Такой Такой Ответить На такой Вопрос Существует Ли всемирный Заговор Людей Которые Владеют Скалом Как мы Изучим Этот вопрос Мы будем Смотреть На всю Совокупность Связи Которые Таких Людей Связывает И если Мы Обнаружим Связанный Объект С Ну Связанный Объект Ну Который При большом Числе Рассматриваемых Студентов Действительно Будет Связан Большую Долю Содержать Узлов Тогда Мы Скажем Что Да Наверное Что-то Такое Есть Что Их Связывает Ну Например Они Читают Одни И те Жи Книжки Там Может Встречаются На конференциях В общем Мы можем На них Поставить Общий Лейбл Какой-то И сказать Что у нас Есть Большое Коллективное Явление Видите Вот это Большое Коллективное Явление И тот Факт Что каждый Каждый Из них Лично Пишет На скале Это Два Разных Факта Эпидемия И наличие Болезни Это Разные Вещи Ну Вот Один Больной В палате Понятно Что это Не эпидемия Эпидемия Это Тогда Когда У вас Много Есть Больных И Ну И вы Дальше Начинаете Изучать Механизмы Как правило Эти механизмы Связаны С контактами Ну Понятно Да Болезни Чаще всего Передаются Контактам Тогда Вы Контакты Описываются Каким-нибудь Графом И вот Вы приходите К этой Задаче Значит П Это Вероятность Того Что имеется Это свойство Ну Можно Так Давайте Скажем Что Этот Узел Активен Или В терминах Перколяции Когда С нефтью Что Этот Каналец Проходим Не забит Но Сама Эта Формула Понятна Да 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 В этом Эта Модель Самая Простая Совсем Тупая В которой Этот Граф Не Случай Точнее Он Случай С Кронекером У него Все Распределение Сводится К тому Что Он Регулярный И степень Только Одна Для Для Случайного Графа Мы с Вами Ну Я не знаю Сегодня Или У нас Мы Такую же С вами Задачу Ровно Такую Задачу Рассмотрим На полном Графе То есть Нарисуем Полный Граф Потом Пометим Какую-то Долю Ребер В нем И Спросим Когда Формируется Гигантский Класс Это Наш Следующий Пример Но Вот Эта Формула Понятна? Это Просто Видите Нам То есть Здесь Хитрость Состоит То Чтобы Придумать Что Удобнее Всего Зацепиться За Эту Величину Что Это Такая Поисковая Величина Вы Цепляетесь За То Что Вы Видите Пройдя По Ребру У Это Вероятность Того Что Этот Узел Не Принадлежит Гигантскому Кластеру Гигантский Кластер В этой Терминологии Это Набор Точек Помеченных Свойств Ну Давайте Их Назвать Активным С долей Таких Узлов Конечный При любом Числе Узлов В графике Вот Это Немножко Техническое Определение Еще раз Смотрите Вот он Давайте Пусть у него Есть Это Свойство Пусть он Вот Прям Пусть он Значит Что Что-то Что-то Мы должны Сказать Пусть Мы Мы изучаем Тех Кто Программирует На скале Например Ну Для Если он не Программирует Тогда это Тривиально Но Вот Если он Программирует И мы Хотим Спросить Он Связан Дальше Да Существует Ли Вот Эта Бесконечная Цепочка И мы Ставим Ему Это Свойство У Каждого У Каждого Узла Есть Такое Свойство У Только Оно Значит Видите Как оно Считается Что оно По каждому Ребру Прошли По ребру И И Спрашиваем В этой Точке Мы проверяем Принадлежит Он Или Нет Нам Нужно Чтобы Он Не Принадлежал Ну Как Он Может Не Принадлежать Это Вообще Не Зависит От Принадлежит Он Или Нет Правда Сам К Себе Не Принадлежит Если Не Принадлежит Этот Ну Потому Что Тогда Этот Путь Перекрывает Да Или Если Не Принадлежат Все Вторые Соседи А Это Все Это Это Свойство Оно Для Всех Одинаковое Такое Уравнение Вам Все Равно С Какого Узла Начинать Это Первый Из Вас Кто Осознал Масштаб Происходящего Вы Пишите Одно Уравнение Начали Как бы С одного Узла А написали Абсолютно Общее Уравнение Почему Оно Общее Потому что Оно Для всех Узлов Одинаковое Да Ну Если Если он Будет Нерегулярный Тогда Нам Нужна Будет Вероятность Участь Здесь Просто Вероятность Здесь Ключевым Объектом Будет Вероятность Того Что Этих Соседей Столько Я Вам Сразу Это Называется Распределение По внешним Степеням Помните Я вам Говорил Что Оно Не Такое Как Исходное Для Регулярного Графа Ответ Совсем Простой Понятно Да Но Это Вообще Я Я вам Не говорю Что Это Что Это Тривиально Это Совсем Не Тривиально Это На самом деле Очень Умно Я Не знаю Кто Первый Это Придумал Я Не Нашел Флори Писал В других Терминах Флори Писал В более Простых Терминах Средних Потому Когда Мы С вами Сейчас С этим Уравнением Разберемся Мы С вами Поймем Что Мы Конечно Ответ Могли Написать Просто На пальцах Сразу Для Для Дерева Кэлли Но Поскольку Эта Технология Для Общего Случая Полезна То Я С этого Начинаю Так А Ребра Ну Очевидно Что Это Просто Вот Такая Вот Здесь Просто Пенни Если Мы Изучаем Кластер Который Из Ребер Активных Состоит Ну Для Нефти Да Это Активные Канальцы Тогда У нас Нет Этого Первого П У нас П Относится К Ребру Тогда Ну Ребро Активное Или Не Узел А Ребро Так Теперь Следующий Шаг Так Давайте Смотреть На Это Уравнение Это Будет Первое Домашнее Задание Будет Состоять В том Что Вы Должны Будете Мне Объяснить Почему То Что Я Сказал Правильно Уравнение Решение Есть Только Для Ф Равно 2 И Ф Равно 3 Дальше Плохо Да Дальше Формула Картана Там Какие Грустно Станет Для Ф Равно 3 Тем Самым Вы Можете Просто Взять Решить Это Уравнение И Проверить То Что Я Вам Сейчас Скажу Давайте Отсутствие ГК Это Что Такое Это Что За Решение Это Уравнение У Равно Единице Да Поднимаем Глаза К Следующей Строчке И С Изумлением Видим Что Такое Решение Есть При Любом П Правда Вообще От П Не Зависит Тем Самым Отсутствие Гигантского Кластера Нам Гарантирован А Присутствие Это Нетривиальное Решение Да В смысле Не нулевое Не равное Единице Какое-то У Отсо Утверждение Которое Я хочу Чтобы Вы Проверили Нетривиальное Существует Нетривиальное Решение У От Существует Если Д 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 Нетривиальное Нетривиальное Нетривиное Нетривиное Смотрите У вас Всегда Есть Такое Решение Это 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 Опять На самом Деле Любой Из этих Вопросов Очень Глубокий Потому Что Вы Сейчас Вот Что Спросили На самом Деле А если Хорошо Если У нас Всегда Есть Это Решение А Есть Конкурирующее Решение Просто Если Их Два То Какое Реализуется Из них Ответ На этот Вопрос Часто Совершенно Нетривиален Потому Что В Реальности Вам Нужно Еще Дополнительные Аргументы Привести В пользу Того Что Это Нетривиальное Решение Побеждает Ну Конечно И Конечно Такие Аргументы Для Гигантского Кластера Можно Можно Приводить Но Это Требует Более Детального Взгляда На то Что Происходит Лучше Всего Написать Развернуть Процесс Формирования Этого Графа Во Времени И Тогда Просто Станет Очевидным Что У В Ходе Эволюции Возникает Компонента Который Поглощает Ну Поглощает Конечную Долью Но Это Как Раз По Некой Иронии Это Как Раз То Чего Я С Вами Делать Не Хочу Потому Что Если Я Этот Раздел Включу То Я Все Эти Современные Сюжеты Связанные С Машинным Обучением Просто Не успею Рассказать И Чем Придется Жертвовать Итак Значит Утверждение Что Надо Проверить Такую Вещь Ну Часть Кинетики Как Нет Что То Я Вам Скажу Все Так У Нас Будет С Вот Я Хочу Чтобы Вы Подумали Смотрели На Эту Функцию Нет Решение Конечно Решение Это У От П Как Ребята Это Уравнение На У Я Прошу Вас Просто Самих Подумать Вот У нас Есть Функция От П П От Нуля До Единицы Да Почему Эта Функция Должна Подходить К Единице Снизу Больше Больше Единицы Я написал По По Это Производная Это Производная В точке Что 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 Это Такое Это Означает Что П На Ф Минус Один Больше Единицы Так Теперь Могли Управляется 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 Этой Вероятностью И мы Что Что Должны Сказать Что При Наличии Ф Минус Одной Возможности Наверняка Наверняка Хотя По Одной Мы Пройдем Вот Это Это Условие И К К К К Это Будет Та Вероятность К Которая В Среднем Обеспечит Что Хотя Бы На Одном Ребре Нас Ждет Удача То есть Мы Пройдем Дальше Все Ну да Ну как Хотите Это Увеличивается Будет Вы Будете Прирастать Числы Узлами Которые Вам Нужны Поэтому В 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 Вот Что Я Хочу Сказать И Это Самый Флори Он Именно Так Этот Ответ И Получил Ну Кстати Размер Гигантского Кластера Можно Легко Оценить Легко Оценить Таким же Граф Граф Не Является Случайным А Объект Который Вы Изучаете Является Случайным Поскольку Свойство Само Вот Это Локальное Свойство Вероятностное Но Вы Его Характеризуете Как Вероятностное Тогда И Кластеры Соответственно Вас Фактически Интересуют Если Хотите Вас Интересует Ну Такой Общий Вопрос Что За Кластеры Образуется Кластеры Бывают Конечные Которые Нам Часто Не Интересны А Будут Интересны Чуть Позже Мы Распределение По Их Размерам Вычислим И Увидим Что Мы Эту Точку Увидим Как Точку В Которую Средний Размер Конечного Кластера Бесконечности Обращается Но Случайным Слой В Этом Месте То есть В Этом Явлении Которое Мы Изучаем Объектом Является Не случайный Граф То есть Топология Которой Мы Это Рассматриваем Не случайно Вот Сейчас Афиксировано На фоне Этой Топологии Есть Явление Которое Какими-то Вероятностями Определяется Если Мы Хотим Рассмотреть Случайный Граф У У нас В мире Возникнет Два Источника Случайности Первый Источник Случайности Это Локальная Неоднородность И второй Источник Случайности Это Покраска Узлов Или Редов Такую задачу Мы тоже Рассмотрим Не только Она будет Последней Из Рассмотренных В этом Ряду Потому что Нам Сначала Нужно Нужно Будет Понять Вот С этим Как Отстает Так С Дериум Кэри Понятно Ну и Я надеюсь Понятно Почему Мы могли Догадаться До этого Ответа Сразу Тоже Вот Сейчас Мы С вами Рассмотрим Пример В котором Похожее Похожее Уравнение Возникнет В следующий раз Мы с вами Вернемся К Дереву Кэли И Распределение По размерам Посмотрим Тоже А сейчас Чтобы нам Не было Скучно Мы С вами Рассмотрим ГК На Полном Графе Ну Полный Граф Это Понятно Это Просто Прямая Противоположность Дереву Объект Максимально Отличающийся От дерева И В данном Случае Мы Давайте Рассмотрим Задачу В которой У нас П Вероятность Того Вот Ну Это Как Например С нефтью И водой Что Каналец Каналец Открыт Ну Что Полный Граф Это Одна Вторая Н На Н Минус Один Ребер Да А Какова Вероятность Того Что В нем Е Ребер Вероятность Того Что В графе Е Активных Ребер Ну Что Можете Мне Сами Сказать Нет Еще Смотрите Опять Нет Очень Хорошо Что Вы Спрашиваете Значит В прошлый раз У нас Было Дерево Это Дерево Было Сначала Не Раскрашено Ну То есть Не Помечено Никак Потом Потом В этом Дереве У нас Есть Вероятность Мера Которая Нам Почернила Либо Узлы Либо Ребра С какой-то Вероятностью И Вот этот Объект Именно Кластеры Из этих Черненьких Мы Рассматриваем Здесь У нас Есть Одна Вторая Н На Минус Один Ребер В полном Графе Но Они Все Белые Мы Зачернили Какую-то Долю Ребер И Изучаем Получившийся Объект В результате Вы правы Получается Случайный Граф Но Исходный Граф Не Был Случайный Да Ну Он Полный И Все Что В Итоге Да Но У нас Источник Случайности Это Покраска А Не Геометрия Исходная Понимаете В этой В той Задаче Которую Мы сейчас Рассматриваем Мы Рассматриваем Еще раз Мы рассматриваем С вами Формирование Гигантского Кластера Из Злов Или Ребер Которые Мы Называем Активными Мы Задали Механизм Если Хотите Можно Можно Это Так Рассматривать На Сам Деле Мы Рассматриваем Случайные Графы Для Которых Мы Задали Механизм Формирования механизм формирования такой считаем узел или ребро активным с такой-то вероятность и изучаем граф который получился из из исходного то что я вам хочу сказать что ответ сильно зависит от исходной топологии активно да 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 а прямо написано это да но написано так что это я с вами согласен и активных резерв п от е ну чё напишите сами да 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 по е и еще еще одно упражнение давайте я сюда сюда перейдем это упражнение на биномиальные коэффициенты покажите пожалуйста что средняя а да извините это я сейчас это вы уже вы уже написали дело в том что я хочу чтобы мои коллеги сбили с толку они важны важны говорят из п от е можно восстановить распределение по степеням по степеням узлов как ну можно отсюда а можно и просто можно даже и без п от е то что то что узлы и ребра связаны это понятно да да степь степени узла да смотрите у исходного узла какая была степень каждого и минус один поэтому я правильно я сказал это не так прям да все согласны так теперь значит есть вот это вот упражнение вы можете вы можете для этого распределения используя свойства биномиальных коэффициентов те кто не знаю значит соответственно поймут что это что это за свойства можно можно показать что это так вот а для для ребер давайте я сейчас вот это п от е и отсюда м которая средняя е вот такой вот ну на самом деле это очевидно без всякого вычисления правда если у вас было n на минус один пополам ребер то среднее число получившихся ребер для большого ансамбля будет такое теперь обратите внимание что у нас существует простая связь между вот этим и этим а а именно средняя к равняется 2 м на м ну или средняя е так теперь такой вопрос к вам я не знаю это те кто этого никогда в жизни не делал пожалуйста пожалуйста проделайте давайте я это сотру да да это из физики заимствована система это на самом деле дирак придумал когда квантовую механику формулировал вот он так средний писал и вот с его легкой руки ну все кто как я получал соответствующее образование так пишут так что если человек так пишет он там точно физику изучал долго так вот значит pk давайте p к бесконечность p к нулю n к бесконечности pn константа какое распределение у нас получится да все знают как это вывести был это у вас значит получится е минус z p в степени извините z в степени к на к факторе ну и вы видите да что мы с вами получили граф эрдоша рэнги да то есть у нас про тот граф мы с вами как-то не не заморачивались что у нас за граф получается если мы выделяем под совокупность на дереве кэли а здесь получился граф эрдоша рэнги так теперь насчет уравнения на у но у все тоже пусть у имеет все тот же самый смысл ну давайте сами его напишем первым будет единиц минус p по-прежнему да да а второе что будет а нет n минус 1 для всех соседей ну вот здесь совсем просто правда для всех соседей либо сам узел не либо сосед не и что здесь и написано при n стремящемся к бесконечности это уравнение выглядит так у равняется е давайте это вы сами ладно давайте мы его здесь напишем да кстати по этим ну как вы видите да у меня есть конспект так что он и разумеется он будет у вас смотрим на это замечательное уравнение смотрим на это замечательное уравнение сначала проверяем на счет у равно единице такое решение есть есть и оно не зависит от от z а дальше тот же фокус тп ду почему это нас приведет значит опять вопрос могли мы до этого догадаться могли так же как там вся та же самая логика совершенно нам нужно обеспечить нам вот у нас есть какое-то явление это явление существует с какой-то вероятностью поскольку поскольку мы так умно вот наша величина у за который мы следим она так умно размечена что она к ребру привязана но тогда для хотя бы для одного ребра искомое свойство должно выполняться средне вот и вот и все поэтому мы могли написать вот эту вот эту штуку мы должны написать могли бы написать сразу ну и поскольку вам rd шеренги рассказывали то вы видите да что это та точка которую ну я не знаю вы эту точку должны были уже видеть прям в таком виде для rd шеренги вот теперь давайте давайте мы вернемся немножко немножко назад и посмотрим посмотрим с вами вот что ну точнее мы сейчас с вами начнем смотреть это важная с разных точек зрения вещь ну на самом деле будет рассмотрено три примера это одномерная цепочка это вот сейчас или что то что самое кольцо решетка бета и полный граф вот 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 будут рассмотрены эти три примера но эти два примера схожи в том смысле что одномерная цепочка тоже дерево но только очень специально это тоже древесные ну одна линия это тоже древесный граф очень-очень специальные ну кольцо это практически то же самое что с ограниченным условием решетка бета это древесный граф регулярный и наконец полный граф и мы на них вот выделяем на каждом из этих объектов мы хотим выделить активные эти кластеры и посмотреть на их свойства то как мы это делали сейчас мы с вами буквально зашли с ну такой заход зашли с нетривиальной стороны а именно сразу сформулировали метку которая нас прям выводила на существование или не существование гигантского кластера наверняка у вас есть обоснованное подозрение состоящее в том что если бы мы изучали конечные кластеры мы тоже как-то это увидели да вот давайте с вами посмотрим сколько у нас конечных кластеров ну кластеры какого-то размера наверное что то с этим распределением должно в той точке которую мы с вами обнаружили что с этим распределением должно произойти с распределением по тому сколько у нас связанных кусков какого-то размера ну и вот этот дополнительный взгляд мы сейчас с вами начнем рассматривать начиная с одномерной цепочки интерес вот в чем состоит давайте давайте я вас прошу ну вот здесь мы обнаружили явление да здесь критическая вероятность была единица на f минус 1 здесь критическая вероятность равняется единица на n минус 1 у меня вопрос мы ожидаем что этот ответ правильный при f равно 2 но вроде мы ничего такого не делали да что запрещало бы нам мы же вот вы же самые все согласились да что мы с вами совершенно невинную вещь делали ну . но сколько сколько есть пути из нее по столь кем мы идем ну было было два значит то есть если мы пройдем по заданному ребру было несколько путей два ну а здесь один просто дальше дальше идем и все или не идем если f равно двум то чему равно здесь по своей единице да это что означает что в одномерной цепочке этого перехода нет ну то есть у вас если есть гигантский кластер то это просто все узлы это отчасти ответ на ваш вопрос в одномерии если вы прервете разорвете в серединке у вас нет никакой силы чтобы заклеить эту дырку другим способом понятно да это прям ваш вопрос потому что у нас способ формирования кластеров вдоль линии идет если мы здесь разорвали все у нас нет никаких обходных путей других ну и в этом смысле в одномерной задачи перехода нет и мы с вами сейчас это мы сейчас сейчас мы начнем начнем писать эти выражения а в следующий раз закончим с ними то есть следующий раз мы с вами для этой и этой задачи получим распределение по числу конечных кластеров для этого мы делать не будем для этого случая потому что на самом деле то распределение которое мы здесь вычислим она на самом деле универсальная это доказывать ну не очень просто но это факт ладно начнем с кольца или или цепочки давайте я вас прошу чему равно число связных групп из с узлов из с активных углов ну давайте я активно здесь пропустил понятно что активно ну что ну это кластер это просто связных групп это значит что эти черные точки одна за другой идут и их с нет вероятность ну число но давайте число связано групп нс но это какая-то доля из н до который и эта доля это вероятность того что мы нашли группу размера с я вас спрашиваю как ее из п написать у нас есть буква п отлично я специально дырочку оставлю потому что этот ответ явно неправильно это необходимо но недостаточно п в степени с не гарантирует что у вас еще с какой-то стороны не пристроены черненькие а что гарантирует да вот это называется периметр ну понятно что мы мы при этом пренебрегаем граничными эффектами да мы рассматриваем очень понятно что с краю это немножко нарушится вот но если n большое то то и ладно так вам для того чтобы что только конечный кластер конечный кластер это утверждение о том что эти точки черненькие а вокруг беленькие и эти два утверждения идут совместно ну как вернули то есть это так хорошо хорошо теперь ps это ns на n ну то есть при соответствующей почти что умножить на прошу прощения ps это вероятность того что произвольный узел принадлежит кластеру активных углов размером s почему это так понятно ну потому что мы должны кластер найти сначала вот это вот это мы находим кластер и одну одну из точек ну соответственно это это равняется единица минус p в квадрате на p в степени s так вопрос на вашу интуицию если еще после того что даня вам рассказывал и того что мы сегодня обсуждали у вас какая-то интуиция еще живая осталась так чему равняется сумма по s ps нет ну какие факториалы на что вы смеете это очень правильно вот это вот что если бы вы играли в что где когда вот это вот вот это вот единица на да прошу прощения конечно нужно я здесь умножил и здесь это важно кстати но я по смыслу ребят если и так представьте что я не знаю это игра конечно дурацкая довольно местами но ну чему может быть равна сумма это это ну здравые есть есть три три ответа возможны да это ноль единица а еще какой какие какие буквы еще есть у вас p но теперь вам всем сейчас должно быть стыдно потому что совершенно очевидно что этот ответ p когда вы сумму эту когда вы суммируете вы какой вопрос задаете но хоть какому-нибудь он принадлежит или нет это то же самое что спросите . вообще активно у вас же у вас же с может быть равно единице да тоже это вот такая сумма это перечисление всех возможностей что . активно правда это просто сумма всех вероятностей но то есть или так или так или так я хочу сказать что кроме этой суммы других возможностей чтоб . было активно вообще нет да поэтому эта сумма должна быть равна p ну я уж не знаю но ну давайте может быть мы в следующий раз с этого начнем ну каждый кто знает что такое прогрессия может в этом убедиться я не думаю что я вам этого сильно не буду это можно это можно легко проверить но на самом деле я проделываю это в следующий раз потому что я вам пример технический покажу дифференцирование по параметру которые такие суммы позволяет легко легко вычислять значит сегодня сегодня все что мы будем делать в следующий раз в следующий раз мы будем с вами изучать вот такого рода распределение во первых мы в этом примере закончим во вторых мы посмотрим с вами распределение для дерева кэли и получим интересный ответ относительно того как выглядит распределение по размеру конечных кластеров то есть какая вероятность того что вы найдете кластер в котором с узлов при при том или ином механизме как вы уже видите или чувствуете при этом нам будет важен периметр но для дерева кэли периметр легко считается поскольку тоже когда вы выходите из точки вот они как-то там покрашены вы легко можете окружение посчитать еще и вот эти ответы мы увидим после этого мы с вами немножко изменим перспективу и посмотрим с вами уже случайные графы и в частности начнем с самой простой модели формирования случайного графа которая называется конфигурационная которая на самом деле очень похожа на золь гель и посмотрим с вами тем самым случайные графы с произвольным распределением по степеням посмотрим на их свойства ну и в частности посмотрим на то что когда в них появляется появляется гигантский кластер и весь этот куст мы с вами завершим ну это уже явно не в следующий раз будет еще две лекции наверное это все займет потому что для произвольного графа ответ мы будем формулировать в терминах производящих функций я не очень уверен что вы с ними подробно знакомы вот поэтому нам с вами надо будет чуть-чуть к этому привыкнуть да да ну она так давайте давайте так вероятность можно трактовать как чистоту число связанных групп из н узлов ну среднее понятно да ну это оценка да ну конечно да ну поэтому ну да это это действительно вы правы это оценка а здесь актуальное число стоит ну то есть их надо по-разному было пометить то есть это так берем большой берем ну цепочку эту рассматриваем много раз и и смотрим на то какое число у нас есть но это как-то более это как-то слишком буквально было бы потому что ну и п тоже да тогда мы каждый раз будем иметь разные реализации она будет немножко 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 меняться но это по смыслу смотрите значит на самом деле вот то что я здесь написал можно было не писать а прямо написать вот это можно было бы не это вот эти вот вот эти буквы ns n это остатки от того факта что если бы мы рассматривали полимеры реальные то это прям было бы число ну да фруктуирующие здесь мы могли бы ps написать вот так вот и я мог бы вам вообще эти n и ns вообще не вводить да то есть если вас если вас смущает технически что что вот это уравнение пишется в смысле средних а здесь это скорее прямая частота вот то тогда вы выкиньте эти ns n и просто вот 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 так и так посмотрите на это ну потому что это очевидно здесь с вот смотрите вы вот с этой с этой с этой вероятностью это понятно что такое да вам нужно собрать забудьте про это и про это вы спрашиваете про то какова вероятность найти связанную группу вот она нет нет так я вам смотрите я хочу чтобы вам сейчас стало легче давайте забудем про ns и n и просто спросим какова вероятность найти связанную группу размера s вот она написана да тем самым а какова вероятность найти точку принадлежащую к этой группе на s умножить да поэтому эти я хочу сказать что эти буквы я написал их по инерции потому что я до этого предыдущим предыдущему курсу рассказывал всю эту историю золь гель и там эти n ns они важную роль играли и это привязано в этом я не буду изничтожать этот текст который у вас у всех будет он содержит сначала он содержит как раз вот эту историю про золь гель понятно да то есть вы можете на самом деле у себя в конспектах убрать эти ns и n написать что вероятность найти связанную группу вот такая вот мы начнем с вероятности тогда число в среднем связанных групп будет такое да а вероятность того что точка принадлежит связанной группе это это вероятность найти как найти группу умножить на число точек так так согласны я я я с вами я я с вами согласен но здесь здесь видите что произошло здесь логика я действительно это легкомысленная запись но логика она была привязана не к этим буквам а к этим вот так как я вам сейчас сказал ну вы правы да так так писать ну строк говоря так не надо было писать ну вы можете я говорю ns вообще забыть эти буквы они вам не нужны а просто записать у себя вот вероятность образования кластера обозначить ее как нибудь и потом здесь это вероятность умножить на s вот вот он понятно хорошо значит мы в следующий раз с вами посмотрим на распределение по числу конечных кластеров как я говорил и уже и начнем рассматривать с вами конфигурационную модель и вот это вот и решать задачу о существовании гигантского кластера для произвольного распределения по степеням дальше ну чтобы вы представляли себе куда мы будем двигаться дальше у нас будут модели формирования динамические когда такие такого рода графы прямо во времени формируются и это будет модель барабаша альберта будет равномерное предпочтительное распределение это уже модели очень близкие к тем которые рассматривались в том числе здесь в яндексе когда формулировали поиск ну и вот когда мы этот путь путь пройдем нам останется еще посмотреть на несколько свойств ориентированных графов ориентированные графы немножко сложнее для них производящие функции сложнее выглядят гигантские кластеры нужно будет аккуратно определить ну и после этого мы с вами будем смотреть на величины которые определяют поиск уже более-менее вооруженные вооруженные вот этими знаниями то есть вооруженные пониманием того как эти графы получаются и как и как они устроены будем с вами изучать ранжирование узлов по важности в том в том или ином контексте то есть то что то что называется центральностью ну такие у нас ближайшие планы ну соответственно там будет несколько несколько рукавов этого рассказа в том числе семантические сети и пейджеранг и так далее ладно все на сегодня все спасибо